Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших ранах Том Кленс из The Division 2, и в этом видео мы поговорим с вами о такой теме, как модули на оружие. Как их получить, зачем они вообще нужны, и как же их лучше комбинировать друг с другом. Вообще, это видео надо было бы заснять гораздо раньше, числа 12-13, когда я только начал играть. Но девишка меня так затянула, что меня отпустило только сейчас, хотя на самом деле меня сейчас тоже не отпустило, но я все-таки подумал, нет, надо себя, надо себя переселить и хоть что-то сделать полезное для людей. Так что начнем пока что немножко с теории, для чего вообще нужны модули. Они нужны для того, чтобы улучшать характеристики вашего оружия, будь то точность, стабильность, скорострельность, количество патронов, шанс крита, мощность крита, длина члена, ну не то. Все это можно увеличить, но при этом и вы чем-то пожертвуете, потому что увеличивая какую-то одну характеристику, у вас будет уменьшаться другая. Вообще, как получить все модули? Один из самых первых и начальных способов, это именно получить эти модули за очки специализации, которых вам просто в огромном количестве насыпят за начальные миссии. Прокачиваете вот эти ячейки модулей у интеданта и все, у вас уже есть начальный набор модулей, которыми вы можете, ну хоть как-то мало-мальски улучшить характеристики вашего оружия. Дальнейшие же модули вы будете получать с проектов, которые в большом количестве будут выдаваться как на главных базах, так и на опорных пунктах. Ну и конечно же вам будут просто даваться некоторые проекты за повышение уровней, ну и на хай-энд контенте там тоже будут свои, даже еженедельные проекты. Награды, конечно, за эти проекты будут не только модули, иногда будут давать чертежи на оружие, иногда будут давать чертежи на модификации скиллов, иногда на ликвидации, ну и разумеется, плюс это все будет идти с опытом. Но суть всех проектов одинаковая, они будут состоять из небольшого набора условий, которые вам нужно будет выполнить. Причем все эти условия, можно сказать, являются активностями на карте. То есть выполнение обычных или побочных миссий, выполнение ресурсов союзной контрольной точки, которую вам нужно, кстати, будет отбить перед этим для того, чтобы туда пришли ваши союзники. Собирание контейнеров с очками специализаций, освобождение заложников или прерывание пропаганды, ну а также пожертвование ресурсов и элементов экипировки в дружественной базе и опорные пункты, в которых вам как раз таки будут выдавать эти проекты. Кстати, последний выполняется вообще элементарно, потому что вам даже не нужно находиться в поселении, в которое вам нужно пожертвовать. Находясь в любом месте, вы можете просто открыть карту, открыть проекты и пожертвовать туда все, что вам нужно. А точнее не нужно вам, а нужно тем, кому вы будете это жертвовать. Но вот сдать проект и забрать чертеж вам уже придется именно там, где вы его получали. Но это еще не все, потому что выполнив проект, получив чертеж на оружие, вы его еще поставить себе не сможете. Потому что для этого вам надо его скрафтить. Крафтовый станок находится в белом доме, сразу же после входа на первом этаже поворачивается налево и тут же в левой комнате он будет. Рядом с ним чуть попозже по прохождению будет находиться станок перекарибровки, но о нем в другом видео, потому что это совсем другая тема. Но дальше не сложно, вам нужно всего лишь-то выбрать нужную модификацию во вкладке оборудования и скрафтить ее. Ресурсы вы будете получать во всем мире, бегая, открывая разнообразные сундучки, ящички, разнообразные сумки и так далее. И самое главное, что вам не нужно крафтить их 50 тысяч штук, ибо однажды скрафченный модуль можно использовать абсолютно на любом оружии, на которое оно, разумеется, подходит. В принципе, на этом все, но есть еще небольшой совет, который я могу дать. Пользуйтесь модулями мудро, потому что, как я сказал, модули не только дают вам бонусы, но и также отнимают. Смотрите на бонусы, которые вам не особо нужны. К примеру, у вас у оружия и на шмотках практически нет шанса крита. Допустим, там 1 или 2%. Ну, смело используйте модуль, который вам, к примеру, дает меткость, но при этом отнимает тот самый шанс крита, который вам и так, по факту, нахрен не нужен. Если у вас какое-то скорострельное оружие, к примеру, вектор, используйте какой-нибудь модуль на увеличение точности, потому что он, ну, не самое точное оружие, хоть и стабильное. Но, уменьшив немного скорострельности, от него не убудет. Ну, было там, допустим, 1300 скорострельности, станет 1200 выстрелов в минуту. Это все равно дохрена. Если вы используете пулемет, забейте на точность, уйдите больше в стабильность, потому что у пулемета есть особенность становиться как можно точнее, чем дольше вы держите гашетку. Те же снайперки. Старайтесь использовать какие-нибудь иксы, типа Х8, Х12, потому что у них находится модуль на увеличение урона в голову. С такими прицелами болтовки будут наносить просто катастрофический урон противникам. Да, согласен, может быть, просто перекрестие в стрельбе от бедра гораздо удобнее, но все равно оно не даст такого большого преимущества, как именно повышение урона от выстрела в голову. Но на этом точно все, друзья. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!